Сейчас секция, посвященная зарубежному образованию, образованию за рубежом. И Александр Оленин, человек, который своими руками отправляет людей за рубеж, расскажет о том, зачем они туда едут, всегда ли возвращаются, и стоит ли вообще думать о зарубежном образовании, с какими трудностями сталкиваются наши соотечественники, оказываясь в западных университетах. Да? Да, Александр, прошу. Спасибо. Так, как удобно. Спасибо большое. Давайте я тоже свет выключу, чтобы было видно. Друзья, добрый день, добрый вечер. Меня зовут Саша. Спасибо за то, что меня представили. Я работаю в компании staziko.com. Можете погуглить, кстати, заодно. Мы делаем поисковик образовательных программ университетов за рубежом, а также возможности получения стипендий различных крыкосрочных программ. То есть наша задача сводить студентов, которые думают о получении высшего образования за рубежом, с университетами, чтобы людям не нужно было искать каждый вуз в отдельности, отправлять заявки в отдельный университет, там задавать вопросы в каждый вуз и уточнять все нюансы. Вы можете это делать со стадики, отправить заявки во все интересующие вас университеты, задать вопросы, и вам представители приемной комиссии ответят. Сегодня я хотела бы дать такой экскурс о разных возможностях получения высшего образования за рубежом. Я думаю, что я постараюсь сократить презентацию, скорее ответить на ваши более конкретные вопросы, потому что у меня обо всем и быстро. Но у вас, наверное, будут какие-то более детальные моменты, которые вы хотели прояснить. Итак, структура высшего образования. В принципе, ее можно подразделить на несколько основных стадий. Это бакалавриат. Есть два типа Bachelor of Arts и Bachelor of Sciences. Разница в том, что в первом случае у вас меньше дисциплин, направленных на проведение исследовательской работы. Это просто, грубо говоря, в названии разница. А в втором случае это скорее относится к инженерии, но и к ряду других программ, где есть большая составляющая научная. Затем магистратура, затем PhD или аспирантура в нашем понимании и постдокторские программы. Вот эти три бакалавриат, магистратура, аспирантура, как вы знаете, дают вам степень. То есть вы получаете степень, вы дипломированный специалист. Я вкратце поговорю о стоимости обучения, об условиях поступления, о дедлайнах, то есть о конечных сроках подачи заявок и о пакете документов. Кто хочет поступать в США? Никто. Дальше поехали. Есть интерес? Окей, хорошо. После российской школы, после окончания 11 классов вы можете поступать на первый курс американских университетов. Есть четырехгодичные американские университеты. Они могут также называться колледжами, но и universities в нашем понимании тоже есть. Второй вариант – это более, так скажем, урезанная программа. Это наверху комьюнити колледжи. Это двухгодичные колледжи, по окончании которых вы получаете не степень, а как бы degree associate. То есть вам не хватает еще, вы потом можете перевестись на третий год стандартного университета и закончить его. Это получается намного дешевле, потому что стоимость в комьюнити колледжах где-то от 5 до 7-8 тысяч долларов в год. Это очень бюджетно. Если мы говорим об университетах, то стоимость обучения взлетает от 25 до 65 тысяч долларов за год. Это основные программы, если мы говорим об окончании 11 классов. Для поступления в США, помимо сдачи теста на знание английского языка, нужен еще будет тест SAT или ACT. Это что-то наподобие российского ЕГЭ, но он несколько сложнее, к нему придется дольше готовиться. Стоимость проживания. Здесь даны старые цифры, сейчас где-то от полутора тысяч в месяц нужно рассчитывать, но все зависит от кампуса, от города, где вы хотите проживать в резиденции или сами готовы снимать. Внизу указаны наиболее популярные специальности, куда едут иностранные студенты. Касательно возможности финансирования. В Штатах получить стипендию для иностранного студента очень сложно. Они есть. Топовые университеты Лиги Плюща выделяют финансирование в полном объеме. Вопрос в том, какие у вас достижения. Если вы победитель российских олимпиад, если у вас блестящий аттестат, если у вас SAT или какой-то другой тест, или SAT, допустим, вы сдали, там тоже хорошие баллы, подавайтесь, претендуйте на стипендию. Но если у вас средний аттестат, то, скорее всего, вы максимум можете перетендовать на скидку в пару тысяч долларов. После окончания обучения, забыла сказать, вы имеете право оставаться на один год в стране, на optional practical training, вы имеете право работать, вы имеете право получать зарплату. Во время обучения практически, кстати, вот этот важный момент, во время обучения практически во всех странах Европы, и Штатах это тоже касается, вы имеете право работать. Единственное, что в США вы имеете право работать не больше 20 часов на кампусе университета, а в других странах вы имеете право подрабатывать за пределами вуза. То есть вы можете сочетать теорию с практикой. Что касается Германии, поступать в немецкие университеты после российской школы напрямую нельзя. Для того, чтобы поступать в университет, вы можете либо, если у вас красная медаль, поступать в студент коллег, для этого вам нужно уже знать немецкий язык и заранее его сдать. Либо вы можете год или два отучиться в российском университете и заново поступать на бакалавра в немецкий университет. Продолжительность обучения, как правило, 3 года составляет. На программах бакалавриата очень мало программ на английском языке. На программах магистратуры их очень много. То есть если вы будете рассматривать Германию в качестве предложения для получения степени магистра и выше, то вы можете учиться на английском. В Германии можно учиться бесплатно. В государственных университетах обучение бесплатное. Есть небольшие взносы семестровые за пользование спортивным центром, за библиотеку, за транспорт. То есть это до 500 евро в год получается. То есть пакет документов тот же самый. Диплом, аттестат, рекомендация. Две рекомендации от преподавателя. Тест на знание немецкого языка. Либо тест на знание английского языка. И те документы, которые затребует от вас еще дополнительный университет. Ниже программ, ниже специальности, которые востребованы в стране. Понятно, что это довольно общий перечень. Мы старались вычленить наиболее популярные специальности. Да, тоже по поводу остаться. В Германии все иностранные студенты имеют право остаться в стране на год после окончания обучения и работать. Если вы потом получите оффер от работодателя, вы сможете конвертировать его в полноценный вид на жительство на более длительный период. В Великобритании. Кому интересно? Отлично. В Великобритании та же самая история, что и в Германии. Вы не можете, к сожалению, поступать сразу на первый курс бакалавриата. Вы можете пойти на так называемый Foundation Year. Это подготовительный год для иностранных студентов. Вы можете сдать A-Levels. Это, так скажем, выпускные экзамены британских студентов подготовиться и сдать их. Есть еще программа International Baccalaureate. Она, так скажем, не то, что довольна. Она прилично дорогая, в районе 3 миллионов рублей в год. В целом в Британии на уровне бакалавра нет стипендий полных для студентов. Можно получить частичную скидку. Стоимость обучения где-то от 13 тысяч фунтов за год. Умножаем на 110 и получаем цифру. Плюс нужно на проживание показывать такую же сумму. По документам поступить в Британию на платное образование, то есть в стандартный университет, если это не Оксбридж, не так сложно. Это вполне реально. Это намного проще, чем, допустим, поступать в Штаты в те же самые. Но вопрос, это престижное образование, но вопрос часто упирается в стоимость обучения. Франция? Не особо популярна. Если нет, давайте пропустим. Хорошо. По Франции обучение на французском языке, на уровне бакалавриата, блисансы называется практически везде, очень мало программ на английском языке, в государственных университетах. Обучение бесплатное, можно поступать после 11 классов российской школы, нужно подтверждать знания французского языка, стандартный пакет документов. Стоимость проживания, ну вот примерно, опять же, в Париже она будет намного дороже. Если вы после бакалавра поступаете в магистратуру, то вы потом можете получить вид на жительство на 2 года в стране и на основании контракта продлить его потом. Есть, опять же, подготовительные курсы языка, подготовительный год, вы можете поехать готовиться, изучать язык и после этого поступать. В государственных вузах, да, учеба бесплатная, но вот есть, опять же, небольшие взносы, как и в Германии. Чехия. Те же, кто и в Британии, отлично. Чехия история следующая. Вы можете поступать после 11 класса школы, обучение бесплатное, если вы учитесь на чешском языке. Обычно, как делают ребята из России и стран СНГ, едут на подготовительный год в Чехию и учат там язык. Они уезжают в сентябре, их готовят, то есть они учат чешский язык и в апреле они сдают вступительные испытания, которым их тоже готовят в рамках этих курсов, а после этого ребята зачисляются и бесплатно уже продолжают обучение. Стоимость подготовительных курсов варьируется в зависимости от провайдеров, от где-то 3,5 до 6 тысяч евро в год с проживанием. То есть если вы раньше подаетесь, у вас есть шанс найти более бюджетные варианты. Если позже, то, соответственно, только самые дорогие останутся. А в частных университетах можно учиться на английском языке, тоже после школы. Вы сдаете тест на знание языка, подтверждающий. И едете учиться. Стоимость обучения где-то 2 тысяч евро за год, если учимся на английском языке. Очень развита туристическая область. Многие ребята, которые уезжают, потом связывают свою жизнь именно с туризмом. Очень популярен. Китай. В Китае довольно сложно остаться, если у вас нет опыта работы. То есть если вы уезжаете получать степень бакалавра или магистра, но у вас до этого не было опыта работы, то вам придется вернуться в Россию на 2 года. И после 2 лет, когда вы получите 2-годичный полноценный опыт работы, уже подаваться на рабочую визу в Китай. В Китае есть интересная стипендия от правительства страны. Дедлайн на нее зависит от университета. И вот сейчас начнутся уже закрываться дедлайны. То есть вы можете, если вы сейчас в 11 классе, подаваться сейчас. Оно покрывает проживание, питание, перелет и курсы китайского языка. То есть полный комплект. Единственное, что вы должны показать, то, что вы заинтересованы в изучении культуры языка Китая. И будет дополнительным плюсом, если вы уже изучали китайский язык в школе. То есть если те из вас, кто учится в специализированных гимназиях и школах с китайским языком, у вас шансы выше, но у других ребят тоже есть такая возможность. Большинство программ на китайском языке. На английском есть программы магистратуры. Они, как правило, платные. Они называются международные international programs. Там цена намного выше. В государственных университетах попроще, которым хочется привлекать иностранных студентов, можно получить частичную скидку на обучение. Либо грант от правительства страны. Австралия. Я вкратце расскажу. С Австралией то же самое, что с UK и Германией. Нельзя сразу поступать в университеты. Нужен подготовительный год, либо foundation показывать. Но в Австралии есть программа иммиграции. Вам не всегда обязательно получать высшее образование в этой стране. Вы просто можете подаваться туда, проходить через коринг. Вас эвалируют на возможность, насколько вы профпригодный, какой у вас опыт, какое у вас знание языка, носитель вы другой культуры и так далее. Там много параметров. Вас оценивают. Если все хорошо, вы имеете право получить временный вид на жительство, найти работу и потом конвертировать. То есть в стране продлевать еще вид на жительство. Программы довольно дорогие. Стипендий для иностранных студентов на уровне бакалавриата нет. На уровне магистратуры намного больше возможностей. В частности, от правительства страны. Но можно получить частичную, опять же, скидку от университета принимающего. По пакету документов все очень зависит от университета. Но вот эти стандартные документы, которые, скорее всего, у вас, за исключением вот этих двух, скорее всего, вам понадобятся. Это мотивационное письмо, в котором нужно объяснить, какой у вас опыт, чем вы занимались, почему вы отличаетесь от тысячи других ребят, которые хотят подаваться на эту же программу, почему вы выбрали конкретный университет. Мотивация должна быть довольно сильная, не серия. Я люблю Шекспира или мечтаю видеть кенгуру. Но действительно, почему вы выбрали этот университет, какие профессора вас там интересуют, какие программы вам очень интересно обучать, и как ваш предыдущий опыт и вегграунд позволяет вам претендовать на обучение в этом университете, и как это обучение вам поможет в реализации дальнейших целей. Две-три рекомендации от ваших учителей в школе. Если у вас хороший опыт волонтерства, ну или вы когда подрастете, будет, можно приложить рекомендательное письмо от компании или организации, где вы стажируетесь или проходили какую-то волонтерскую практику. Резюме, оценки, переведенные на английский или другой язык страны обучения. Да, у вас получается аттестат и выписка с оценками. А вот эти два пункта вам пока неинтересны. Это для магистров и аспирантов. Если вы поступаете на творческие специальности, такие как архитектор, такие как дизайнер, художник, вам нужно показывать портфолио. Это, как правило, 10-20 ваших работ различной направленности, чтобы приемная комиссия могла оценить, насколько вы разносторонний кандидат, насколько вы хорошо вписываетесь с вашим опытом в когорту тех ребят, которые будут учиться. Могут быть разные эссе. Не знаю, серии, кем вы себя видите через 5 лет. Почему вы лучший? Почему вам нужна стипендия? Если вы поступаете на педагогический, могут спросить о плюсах и минусах, почему вы считаете себя хорошим преподавателем и так далее. Из плюсов обучения за рубежом, если финансовый фактор очень важен, то можно получить стипендию, если вы очень хороший кандидат, если вы хорошо учились в школе, если вы не только учились в школе, но занимались еще чем-то научной работой, а у вас какие-то дополнительные были занятия, музыкальную школу закончили, школу искусств, балетом вы занимаетесь, обязательно нужно указать. Если говорить о особенности про американские университеты, это огромное количество различных клубов, кружков по интересам. Вы можете участвовать в различных мероприятиях. В частности, предыдущий спикер говорил, это очень часто практикуется в США. Многие университеты, когда вы поступаете, вам не обязательно выбирать вашу специальность. Вы поступаете просто потому, что вы поступаете, и у вас есть где-то семестр, чтобы походить на все курсы, которые вам интересны, и выбрать специальность major основная и minor дополнительная. То есть у вас может быть major по физике, а может быть minor по русской литературе, допустим. То есть вы выбираете те программы, которые вам интересны, уже попробовав, походив на них. В России, к сожалению, это еще только появляется. Элективы — это дополнительные предметы, которые вы можете выбирать. Это абсолютно во всех университетах, в большинстве западных вузов. У вас есть ключевые предметы, так называемые core subjects, эти предметы, которые вы обязаны изучать, потому что у вас тема соответствующая. Физика, допустим, будет несколько предметов, четыре, пять. А остальные предметы вы выбираете сами. Из списка их довольно много, как правило. Вы выбираете все, которые вам интересны. Стажировки. Во время учебы вы можете подрабатывать или стажироваться. Не во всех странах, но в большинстве стран, иностранные студенты имеют такую возможность. Это прекрасно, ей нужно пользоваться. Программы обменов. Это все, наверное, знают. В России тоже они существуют. Вопрос в том, сколько мест есть для этих программ обмена для студентов. То есть может быть у университета будет договор с классным американским вузом, но там два места, и попасть туда в течение всего периода учения будет практически нереально. В Европе, и в Штатах, и в Австралии программ обменов намного больше. И вы действительно можете съездить в несколько стран. Это будет для вас бесплатно, потому что у университета есть договор с вузом-партнером за рубежом. Так, про это я уже сказала. Второй иностранный язык. Да, если вы, допустим, едете учиться в Германию или в другую страну, где английский не является родным, как правило, университет будет стремиться интегрировать вас, как иностранного студента, в среду и предложит бесплатную возможность изучать второй язык. Этим тоже нужно пользоваться. Ну вот и касательно обучения, разрешения на работу после окончания учебы. Тут нужно смотреть заранее в ту страну, в которую вы поступаете. Есть ли такая возможность, не отменили ли ее, и в принципе, какие тренды есть на рынке труда, будет ли ваша специальность востребована по окончании. На этом, в принципе, все. И, может быть, у вас есть какие-то вопросы. Будет так интереснее, наверное, послушать уже какие-то конкретные истории. Можно я вопрос задам? В общем, такой конкретный. У нас есть сейчас программа глобальное образование. Можешь про нее пару слов? Потому что, мне кажется, она это знает. Да, конечно. У нас есть действительно программа глобальное образование. Ее инициировала группа выпускников, по-моему, Кембриджского университета, но нужно уточнить. Суть ее в чем? Правительство Российской Федерации сейчас должно, так скажем, может отправить за границу 750 студентов на обучение по программам магистратуры, аспирантуры, по программам интернатуры. То есть вот эти вот несколько блоков программ. То есть бакалавриата там нет? Бакалавриата нам, к сожалению, нет. То есть да, вы должны получить образование в России. Да, это полное покрытие практически всех расходов. Вам дается 2,6 миллиона рублей в год на каждый год обучение. Огромное количество специальностей, топ-200 университетов. По окончании обучения вы должны вернуться в Россию и отработать здесь три года. Плюс в том, что вас никто распределять не будет. Да, вы сами можете выйти работодателем, но мы будем ждать продолжения, потому что пока объявили о том, что вот в 17-й год обсуждается еще, 16-й точно, 17-й может быть последний. Посмотрим, продать нет. Я слушаю, что в 15-м году эти деньги потратить не смогли, да? Да, сейчас еще довольно много мест и конкурс, так скажем, не очень большой. Приходите. Программа стартовала в 2014 году и была рассчитана вот до 16-го года. Сейчас идет обсуждение ее продления и есть высокая вероятность, что ее продлят. Но что будет дальше, мы не знаем, поскольку спрос не очень высокий. Критерия отбора, чем выше университет в рейтинге, смотрят на ваш бэкграунд, смотрят на то, подходит ли ваша специальность. И там есть определенный перечень специальностей. Не на все можно ехать. Инженерные, научные специальности, управление, экономика в социальной сфере. То есть это образование, это создалка, это культура, это health care, здравоохранение. Вот, смотрят на то, какие оценки у вас в аттестате или там в дипломе и, в принципе, взвешивают ваше все портфолио с другими кандидатами. То есть довольно стандартно. Я добавлю еще, что на эту программу сейчас есть прям большой недобор. Да, пишите нам письма, мы вам поможем. Дедлайн какой? Четыре набора в год. Следующий дедлайн. Смотрите, в год четыре набора на стипендию. Следующий дедлайн 13 марта, потом в июне, потом в сентябре и следующий в конце ноября. То есть их анонсируют заранее. Если вы уже поступили и уже учитесь, вы все равно можете подать заявку на эту стипендию и вам как бы компенсируют. А, даже уже поступив на запад, да, да, вы можете подаваться. Это только магистратура, не бакалаврят. Не поступив, тоже можно. Чтобы претендовать на стипендию, у вас должен быть оффер, то есть приглашение университета о зачислении, безусловно. То есть вам не нужно больше никаких бумаг досылать, вы полностью подходите к критериям университета. То есть вы должны поступить, а за вас заплатят. Да, да. Вопросы, да, секунду. Если я сейчас в 11 классе, хочу поехать учиться в Германию, в студен коллег, ну вот это на один год. Они тоже бесплатные или нужно? Там есть небольшой взнос, да, в зависимости от университета, к какому они прикреплены. То есть там, ну, там до 1000 евро, да, с учетом взносов. Да, да, да. Но вам нужно немецкий показывать, вы не можете без знания немецкого. Если вы хотите... Да, вы можете, да, поступать, да. Либо в Австрию сразу в университет, тоже обучение 3 года длится. В Австрию не нужно знать немецкий язык на момент поступления. Вы можете поступить в университет на основании аттестата и оценок. И после этого, если у вас недостаточно немецкий язык, университет просто вас распределит на подготовительный курс. Но если у вас C1, вы можете, ну, как бы даже в ВУЗ поступать. То есть у вас хорошо с языком. Так, вопрос еще? Да. А российские олимпиады, они дают скидки или стипендии, собственно говоря, при поступлении в зарубежный курс? Кто-кто? Российские олимпиады. Российские олимпиады. Если это уровень выше регионального, то да, конечно, это большой плюс. Это очень хорошее достижение. То есть это не уровень школы, не уровень... Ну, ладно, город Москва большой. Да, чем выше уровень, тем лучше, да. Конечно, каждый год поступают... Если говорить про Штаты, основная масса ребят из Китая и Кореи. Их там очень много, и они действительно очень умные ребята. Они действительно победители ребят. Поэтому если у вас хорошее достижение, подавайтесь, пробуйте. Спасибо. Еще? Да. Спасибо. Поступить в институт в Австрии можно сразу после 11 класса или как в Германии? Сразу после 11 класса. Спасибо. Четко, лаконично. Саша, тогда какие ошибки типичные для тех, кто уезжает из-за рубеж, и в чем возможные причины разочарований? Бывают разочарованные? Бывают. Прежде всего, мне кажется, это связано с тем, что ребята не до конца изучают программу. То есть многие... То есть тоже у нас была такая ситуация, к нам обратился мальчик, который говорил, я ехал через образовательное агентство, и мне сказали, что я буду учиться в Оксфорде. А я учусь не в Оксфорде, а в университете Oxford-Brooks. А это... Это известный фокус, да. Ну вот наподобие. То есть прежде, чем вы будете поступать, поймите, какой университет вы едете. Если там кто-то из других ребят, если там другие ребята из России, из стран СНГ, поговорите с ними, возьмите референсы, пообщайтесь с выпускниками, они, как правило, довольно хорошо идут в контакт, либо напишите представителям приемной комиссии, чтобы вас связали с каким-то текущим студентом или выпускником программы. Изучите досконально правила иммиграционные, потому что в зависимости от страны вам нужно будет для получения визы показывать определенное количество средств на счету, чтобы вам открыли эту визу. Даже если обучение бесплатное, допустим, в Германии или в другой стране, там, в Чехии, вам нужно показывать определенную сумму денег на счете, без нее вас не пустят в страну. Вот это тоже нужно учитывать. Опять же, те курсы, которые вам преподают, программ, которые связаны, допустим, с коммуникацией, может быть огромное количество. Это может быть управление, там, медиа, это могут быть медиа коммуникашн, это могут быть медиа стадист, это может быть журналист, это может быть что угодно, но набор дисциплин, которые вы изучаете, может совершенно отличаться. Соответственно, вам нужно понимать вот этот момент. Очень важно еще общаться с вузом на предмет понимания, есть ли у университета какие-то стажировки. Или вы сами ищете, вас отправляют в свободное плавание и дальше все зависит от вас. Если у университета сильные связи с бизнесом, у вас действительно хорошая возможность получить опыт работы и потом сконвертировать его в job offer в полноценный. Если такой возможности нет, то вам придется самостоятельно искать себе работодателя, самостоятельно искать стажировку, это довольно сложно, тем более, если вы не знаете, допустим, местный язык. Это вот так. Да, Саша, по вашему опыту, верно ли, что за рубеж имеет смысл ехать учиться, если ты планируешь там остаться на работу, а если ты точно знаешь, что ты вернешься, особого смысла это не имеет? Я бы так не сказала. Все-таки образование за рубежом, оно, так скажем, позволяет посмотреть на другие, на те вещи, которые вы смотрите привычным взглядом, под другим углом, познакомиться с другой академической культурой. Ну, понятно, что завести друзей, в принципе, там, где-то жить за рубежом, это for fun, но в целом это совсем другой стиль преподавания, это совсем другой стиль жизни, это совсем другой стиль, это не от сессии до сессии, у нас все весело. Это вы работаете над своими проектами, эти проекты оцениваются, это работа в группах, на семинарах, то есть вы очень мало лекционных занятий, если особенно говорить про англосаксонскую систему, все очень сфокусировано и заточено на каждого студента. У вас есть возможность общаться с преподавателями несколько раз в неделю, у вас есть возможность заниматься тем, что вам интересно и понять, что вам интересно. Это, мне кажется, очень… Опять же, выбирая из предметов элективных, вы можете понять, что вам подходит, что не подходит. Это действительно совершенно новое. Вы всегда сможете вернуться в Россию. То есть, некоторые, конечно, рассматривают это как возможность иммиграции, но вы всегда сможете вернуться в Россию и зачастую, не скажу, что это сейчас автоматически происходит, но претендовать на некоторую более высокую зарплату, чем ваш сверстник из другого университета российского местного. То есть, нужно быть готовым, правда ли, что нужно быть готовым к тому, что вас никто не будет заставлять учиться. Да, это самое важное, так скажем, одно из важных отличий. Да. Какая обратная связь и какой процент оставшихся? Мы не всегда, к сожалению, имеем возможность следить за судьбой наших студентов в течение 5-7 лет, но большинство из ребят по нашему опыту возвращаются по разным причинам. Кто-то не ставил целью остаться, кто-то поехал, и ему не понравилась, допустим, страна и непривычный уклад, кто-то получил оффер в российской компании на много более, на более высокую позицию, чем в Европе, кто-то поработал несколько лет в Европе и понял, что он там медленнее растет, а в России он за это время вырос уже до уровня синьей позиции и тоже вернулся. Кто-то нашел свою любовь и вернулся. В общем, вариантов много. К сожалению, такие варианты тоже есть. Еще вопрос. Насколько наши российские работодатели считают зарубежное образование востребованным, потому что есть прям разные мнения. Твое на этот счет. Тут, мне кажется, к HR-ам лучше обратиться, они скорее сориентируют больше по тому, насколько котируются. Но вот по нашему опыту скорее да. Скорее да. Прежде всего, из-за знания языка. Во-вторых, если человек работал за рубежом в этой сфере, то у него могут остаться какие-то connections и какие-то связи и с ними можно будет продолжать работать. Не сказать, что это огромная разница. Все зависит от ваших компетенций, от того, что вы можете привнести в компанию, какой у вас опыт. На опыт смотрят прежде всего. Образование – это вот такой хороший, весомый аргумент, но не единственный. Вопросы? Да. Да, конечно. Вы можете, если что, я вот визитки вам отдам. Можете потом подойти взять у меня и написать, если у вас какой-то личный вопрос, пишите, пожалуйста. А насколько реально среднему российскому школьнику поступить на бюджет за границей? Реально? Очень, вполне. Каждый год ребята уезжают. На бюджет, в смысле стипендию получить? На бюджет тут разное понимание. В бесплатный университет Европы, допустим, или получить там стипендию в платный дорогой университет, допустим, в Британии, в Штатах или где-то еще. Со стипендией. Вот убедитесь, что это реально. Вот это главный вопрос. Никто же не верит, что это реально. Понимаете? Ну, смотрите, по статистике от 6 до 10% ребят, которые подают заявки, получают полную стипендию. Если говорить о Лиге Плюща. Университет получает несколько десятков тысяч заявок. То есть кто-то же их получает, с одной стороны. С другой стороны, нужно действительно много работать и стараться, чтобы на бакалавра получить эту стипендию. Ну, смотрите, проще поехать, допустим, в Европу, получить там образование в бесплатном государственном университете, а потом на уровне магистра поехать в США, в Австралию, в другие университеты. Там уже возможностей намного больше. Правительство разных стран, то есть Британия, тех же штатов, Австралия, там чего угодно, предоставляет стипендии для иностранных студентов, но от уровня магистратуры. Происходит это потому, что вы, когда вы заканчиваете бакалавриат, у вас уже есть более такой, у вас более сильный бэкграунд, у вас есть публикации, у вас есть, вы понимаете сферу научных ваших интересов, вы понимаете плюс-минус, чем вы хотите дальше заниматься. И университет как раз платит за возможность купить ваш мозг, другими словами, за возможность работать с вами, за возможность того, что вы будете писать публикации, что вы будете заниматься исследовательским проектом в университете. Это один из основных источников финансирования для вуза. То есть, чем выше ступень обучения, тем, грубо говоря, несколько проще и шире возможности для получения финансирования этого образования. То есть на ловербе калориата это очень сложно, если не говорить о странах Европы. А чем выше, тем в Штатах учится порядка 5000 россиян каждый год. Да, там магистрантов и тем более аспирантов буквально заманивают, если они талантливые. Потому что это тяжелая вообще судьба, потому что там аспиранты пишут свои диссертации по 5-10 лет, иногда дольше, и в это время он получает небольшое содержание. Поэтому найти вот таких целеустремленных людей, которые работают ассистентом профессора, и 15 лет он пишет эту диссертацию, вот таких людей очень мало в Соединенных Штатах. Они хотят, чтобы их было больше, потому что это подпитка университета, подпитка науки и так далее. В этом смысле, да. Я должен сказать по поводу реальности, поскольку экс-главный редактор сайта учеб.ру, на сайте учеб.ру и в журнале «Куда пойти учиться», мы почти в каждом номере печатали историю студента, который поступил и учится в Западном университете. Поэтому найдите там эту рубрику, посмотрите. Они иногда так дают представление, иногда вдохновляют. Там есть и люди из Китая, и Германии, и в самых элитных университетах Англии, и Франции, из Штатов, не помню истории. Но это европейские, по крайней мере, Китай и Австралия даже, по-моему, была. Поэтому почитайте истории. Иногда можно с этими людьми просто связаться. Это первое, может быть, что нужно сделать. То есть поискать по социальным сетям, кто там учится, кто там живет, написать. И люди, как правило, очень хорошо реагируют, потому что они там тоскуют немного по родине. Поэтому, когда к ним обращаются, они готовы все вам рассказать, всю правду. Да, примерно. Да, и по полгода критический срок. Те, кто учился, вот мои однокурсники, которые учились в Англии, говорили, что кризис, культурный шок, кризис, в общем, психологический кризис через полгода. Полгода надо продержаться, а потом уже дальше пойдет легче, если вы его переживете. А как вариант получить, был вариант здесь, в России, в каком-нибудь престижном вузе, а потом уже ехать за границу. Это будет проще, реальнее, интереснее. Это вполне себе вариант, да. Сколько лет нужно здесь учиться? Смотря куда вы хотите поступать после... Если вы можете получить здесь степень бакалавра, и после ее продолжить еще учебу в магистратуре. Благодаря баллонской системе сейчас все это возможно и абсолютно транспарентно. То есть можно начать образование здесь и продолжить его, да? Да, можно, да. Это будет очень даже неплохо. Ну, насчет неплохо, это уже не мне судить, да. Зарубежный опыт, так скажем, если вы хотите учиться в России, можно... Интересный вариант совмещения вот этих двух направлений. Это либо поступать на программу двойных дипломов, где вы получаете две степени и учитесь два года там, два года здесь или три года у нас и год за рубежом, либо очень часто пытаться съездить по программе обмена и именно поучиться. Но программа обмена там скорее фо-фан, да, чем серьезная работа, в то время как вот полноценную степень за рубежом, это вот... Вы настраиваете, получается, над европейским образованием что-то новое, а в случае с Россией, то с российским диплом. Он, кстати, тоже в зависимости от университета. Если хороший вуз, то ок. Если нехороший, и он, допустим, в список аккредитованных университетов Германии не входит, то нельзя поступать. То есть нужно посмотреть. Понятно, спасибо. Войной диплом, да? Да. Ну, язык, язык. Потому что, как практика показывает, если ты учишься в России, ты язык хорошо не выучишь. Ну, если ты не на инъязи. Понятно. Большое спасибо. Мы закончили работу редукционной станции учебы.ру. Ждем вас... Да, сейчас последний вопрос. От руководителя сайта учебы.ру. В текущем контексте учиться за границей стало дороже. В связи с этим люди стали просто меньше ездить или выросла конкуренция за стипендии? Ну, вот что сейчас происходит с этим? Например, интересный вопрос. Во-первых, не все, ну, так скажем, не все университеты знают, что у нас настолько, так скажем, ухудшилась ситуация в плане обмена, в плане, там, оваловалюты. Британские университеты некоторые, которые хорошо работают, активно работают на российском рынке, начали предлагать стипендию чуть ли не до 50% от стоимости обучения, понимая, что вот у нас произошла такая ситуация. А в целом в Штатах, нет, это никак, скорее, не повлияло. Степендики остались примерно теми же. Людям приходится брать либо дополнительные какие-то займы, либо... Ну, займ в России, да, тут еще выше процент. Если получать займ в Штатах, у тебя должен быть американский и коксандин. Это еще сложнее ситуацию. Поэтому, кстати, как вариант, растет образование в Европе, которое бюджетное. И ребята многие поехали туда. Например, из Украины, вот в связи с конфликтом, очень много ребят поехало учиться в Польшу, там сотни, просто тысяч человек. Это вот стало... А в России как раньше было, да? В России тоже, да, но вот в Польше в этом году проще, потому что Польша добавила больше квотных мест, и обучение там не такое дорогое, и ты получаешь, как бы... Ты являешься резидентом Евросоюза после окончания учебы, и ты можешь потом поехать в Тужебританию, там, где тоже очень много поляков. То есть это миграционные процессы меняются несколько, и вот если вы не рассчитываете потратить огромное количество денег на учебу, продавать квартиры, то вот, допустим, европейское образование это вполне себе вариант. Да, и восточноевропейское в том числе. Хорошо. Спасибо. Следующий день профориентации будет весной... Нет, сейчас весна. Будет осень, да. Осенью в зима, да, в октябре. В октябре будет зима. А в новом формате, я так понимаю, может быть, даже в другом месте. Соответственно, те, кто не поступит до этого времени, приглашаем на день профориентации в октябре. А вот мы и придумаем, и вам расскажем все. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Александр Борисович.